Мы учились в школе, но мы в одном классе, а Скоба в параллельном классе, так что, в общем, вот, Ира Федорова тогда, она, значит, в туристском кружке мы вместе занимались, то есть, вот как-то так, а, вот Фоменков там участвовал тоже в туристском кружке, во дворце пионера. Ну, все, не знаю, одноклассники встречаются там, ну, по разным поводам мы, вот, в частности, встречались по этому, там что-то обсуждали политику. Как-то, я помню, было экзотически, было, как это, заседание в электричке, как-то места не было из дома, то ли родители выгоняли, не помню, не пускали, и мы решили, значит, ну, а чего, тепло, в принципе, зима-зима, и в электричке, где-то мы, ну, идем, довольно дешево, то есть, это дешевле, причем в кафе где-то, денег-то не было, вот, и купили там билеты, не знаю, ну, мы так прикинули, что часа три хватит, поэтому купили билеты, я сейчас не помню, куда-то, а то какой-то там станции, как я, по выборской ветке надо, и обратно, ну, так, чтобы там не стоять долго на платформе рассчитали, и вот мы там где-то часа полтора туда, часа полтора, обратно, как раз часа три мы там пообщались. Аркадий, помнится, говорил, что если, ну, как сейчас говорить, что если найдете дешевле, скажите, мы это самое, установим такую цену, такой он говорил, что я, говорит, самый левый, если кто-то будет левее, то, значит, покажите мне его, я тоже таким стану. Вот, то есть у него так декларировались, как ультралевые, да. Вот, хотя, может быть, не очень понимали тонкости тут, ориентирование в политическом пространстве. Но мы коммунизма хотели, мы хотели коммунизма. И была такая, у нас в программе партия ведь было построение коммунизма, Хрущев там обещал в таком 80-м году построить коммунизм. И вот вы можете не поверить, но это действительно как-то хотелось, как такое, ну, я не знаю, в духе Платонов или так, может, Стругацких. Ну, в общем, короче говоря. Вот. А 80-й год был срок, это никто не отменял. Это было в программе партии к 80-му году. Коммунизм, все. А и тут, значит, съезд открывается уже партия, и они должны были принять, что, ну, по идее, а это последний, все, 76-й, уже надо принимать, что в этом, они там, раз в пять лет, уже надо, пятилетка, уже надо принимать, что уже коммунизм, а его нету. Ну, это смешно, конечно, но это как бы как доказательство, что они свернули с этого пути, понимаете, коммунистического, то есть переродились уже полностью. Потому что в программе есть, а как, они забыли, и там что-то такое говорят, там, о развитом социализме, каком-то там, укреплении государства. Ну, какое укрепление государства, ну, отмереть должно уже, наверное, по программе партии, собственно, сопровища, а все укрепляется, то есть как-то не так. Ну, и вот это такое было, такое, ну, как вообще, что вы делаете-то, ребята? Вот мы там что-то такое написали насчет свободы и коммунизма, распространяли, да. Это вот где переход у гостиного двора, у нас сейчас, и там, ну, много народу сейчас в пик там, много народу идёт. Вот, и если стоишь сверху, и там особенно не видно, если кипят туда эту пачку листовок, то сверху не увидят, что ты кидаешь листовки, а снизу людей посыплются, и всё, и так сказать, тоже они не увидят. Вот, а там снизу вот был Саша, который наблюдал, как это люди будут реагировать. И как реагировали? Ну, брали, брали, разобрали всё, да. А он, ну, там они плохо как-то разлетелись, такого немножко, но пачка, ну, часть там пачка упала. Это я вспомнил по аналогии, когда вбрасывали эти на выборах, кто же они, бюллетени, кто же они такой пачкой подали. Фиг на пау. Я сразу вспомнил, как увидел, как это пачка лишает. Мои листовки так же лежали. Вот, ну там, ну, тем не менее, их так разобрали, что-то читали, не выбрасывали. Вы напечатали паспу, как вы их сделали? Да как напечатали, написал. От руки все написали? Да, я хотел гектограф сделать, нашёл где-то, как делать гектограф. Что-то гектограф у меня не получил, все руки кривые. Ну, гектографа всё равно надо было писать специально, но потом, значит, ну, машинки-то не было, даже не говоря уже всяких других технических. Ну вот. Ну и что-то гектограф у меня не вышел. И я так просто... Сколько штук у меня писал? Пятьдесят, сейчас не помню. Может, сорок, пятьдесят. Сколько, как, терпения хватило. Сначала стал... Я пишу вообще плохо. Сначала писал печатными буквами, потом понял, что это очень долго стал просто писать. Тут же по всем школам там стали брать образцы, сочинения. По всем школам. А это было... А съезды начинались в феврале. Вроде бы обычно. Это двадцать пятый съезд. Да, ну, можно посмотреть. Он в феврале был. А арестовали меня где-то на марте. И сначала это проходило 70-й статье. Антисоветская агитация. Не помню. На первый раз там до пяти, по-моему, было. Потом переквалифицировали на 190 на клевету против советской... Ну, государственной. Вот. Ну, а потом как-то свернули. Передали в комиссию по несовершеннолетнюю. Как бы процесс сидения в тюрьме, он... Ну, нормально, не знаю. Кормили, поедали. Я не требовал к условиям содержания. Поэтому... Вот. Сильных переживаний не били. Нет, ну, сильных переживаний по условиям не было. Нет. А следствия, да. Там они, конечно, меня купили полностью. То есть... Создали ощущение, что все там дают показания. Хотя они не давали. Не давали как-то ограничено. Ну, в общем, раскололи. Я все рассказал. Я там пытался каким-то... Я думал, что... И да, создали ощущение и говорили даже явно, что там все себя подарили. Все-все наши участники. Вот. И что, уже давно колется и дают. А я один там не говорили. Ухудшаю свои. Я пытался там как-то записками... Переобмениваться. Да, со мной... Со мной в камере сидел вообще штатный. Не то, что там с одной какой-то просто штатный сотрудник. Стажер. Из школы. Потом выяснилось. Вот. Ну, тоже он, соответственно. И работал. Вот. Ну, поскольку недолго, так его, значит, послали в командировку. А с кем вы пытались записками отмениваться? Ну, я считал, что мои-то сидят. Я там во дворике... Там такой дворик на секторе расселённый прогулся. Я что-то там перекидывался, оставлял. Там потом по очереди гуляют. Там нужно оставить в дворике записку. Ну, это всё-таки тюрьма-то не кресты, это там шпалерка, там особо не эти малявы, не нужно там тоже есть свои какие-то. Ну, поскольку это всё проходило, как бы, посоветую, под контролем этого моего соседа, да, это понятно, в том числе. Ну, в какой-то момент меня отпустили, вдруг вызвали, да и сказали, домой иди там. Вот. Ага. Ну, ещё дело было, как бы, это называлось... А, это называлось «Поднадзор родителей», как несовершеннолетний. А потом, через какое-то время, и дело... Ну, мне вот дали ознакомиться, что передают в комиссию несовершеннолетнюю, потом меня вызвали в эту комиссию. Ну, так-то по уголовке это нормально было, если кто-то подерётся, да, то дело заводят несовершеннолетние, если и могли, это было предусмотрено и в процессуальном кодексе, что в отношении несовершеннолетних можно, как бы, не привлекать к уголовной ответственности, а передать в эту комиссию. Ну, в КГБ это, наверное, был первый такой случай, но они и говорили, что первый. А что на комиссии? А, на комиссии? Ну, они тоже не знали, что делать. Это был первый такой случай. Там такие сидели, очень напряжённые дяди и тёти. Ну, какие-то ветераны войны. И... Ну, что-то они не знали, что им делать. А я уезжал, я... Ну, меня отчислили из универы, и я... В геологическую партию собрался ехать. И... Они что-то, ну, куда? Ну, ему надо на завод, на завод работать, я говорю. Они могли, кстати, были у них какие-то полномочия меня направить на работу, куда-то были. Вот. Ну, а я справочку принёс, я говорю, я вот в геологическую партию иду, а там они главные. А кем, кем я там? Ну, кем рабочим? А, рабочим, ну, всё, вот эти рабочие надо перевоспитать. Всё. Ну, вот так вот. Всё у них как-то на рабочий класс упирали, что надо позаботиться. Там тебя дурь-то повыпьют.